Мое выступление поддерживается компанией Pfizer. Говоря о стафилококках, следует отметить, что они относятся к достаточно важным возбудителям на современном этапе, несмотря на уверенное превалирование грамотрицательных патогенов. И список приоритетных возбудителей Всемирной организации здравоохранения относят к золотистой стафилококке, устойчивой к оксицелину, а также проявляющей сниженную чувствительность к ванкомицину к высокому уровню приоритетности. В нашей стране при назокомиальных инфекциях золотистая стафилококка занимает 5 место, а при вне больничных инфекциях 2 место. Здесь вы видите частоту метициллинорезистентности у госпитальных изолятов золотистого стафилококка, которая держится в районе 30% в настоящее время. И помимо госпитальных метициллинорезистентных золотистых стафилокококок, важную проблему представляют и вне больничные изоляторы, которые могут выделяться у пациентов, которые находятся в специальных условиях, в специфическом окружении, например, в домах престарелых, в организованных коллективах и некоторые другие. Есть здесь особенности. Также существует, как я уже отмечал, проблема сниженной чувствительности к гликопептидам. Когда мы выбираем препараты, которые хотим назначить при лечении стафилококковой инфекцией, мы должны учитывать целый ряд факторов, среди которых необходимо отметить локализацию очага, тяжесть инфекции, когда нам очень важно бактерицидное действие, например, при инфекционном эндокардите, характеристика возбудителя, насколько мы уверены, что столкнемся с чувствительным или устойчивым изолятом, наличие роли биопленок, ну и, естественно, анамнез пациента и наличие риска или наличие вообще почечного повреждения. В отличие от антибиотиков, действующих на грамотрицательные патогены, меню препаратов, которые активны в отношении стафилококков, достаточно обширно. Это и гликопептиды, и оксазолидиноны, и липогликопептиды, целый ряд препаратов. И, конечно же, не стоит забывать про цифазолин, старый добрый, который уже много-много лет, с неиспадающей эффективностью позволяет лечить пациентов с инфекциями, вызванными аксоцилин-чувствительными золотистыми стафилококками. Также следует отметить препараты с ультропролонгированным эффектом, которые, к сожалению, в нашей стране как-то не пошли, но в целом при инфекциях, которые требуют длительного курса терапии, это весьма удобно. Существует такой интересный парадокс, что летальность больных с инфекциями, вызванными метициллин-резистентными золотистыми стафилококками, превышает таковую по сравнению с метициллин-чувствительными. И связано это с тем, что зачастую пациенты при этом лечатся не очень оптимально. Мы знаем, что наиболее частым препаратом, который назначается в этом случае, является банкомицин, но препарат, несмотря на свою высокую активность на протяжении ряда лет, характеризуется все-таки некоторыми отрицательными моментами. В первую очередь, это невысокая пенетрация в ткани, проблемы некоторые с дозированием. Здесь необходимо назначать препарат с учетом клиренса. Самый лучший вариант – это терапевтический лекарственный мониторинг. Но, к большому сожалению, это редко где доступно. И существуют также проблемы лечения инфекций, вызванных стифолококком, с минимально подавляющей концентрацией банкомицина больше двух. При таких условиях достижение оптимальных фармакокинетических параметров при нормальном режиме дозирования банкомицина недостижимо. И мы можем с вами видеть то, что если МПК ванкомицина 2, то таргетная концентрация может достигаться всего лишь в 60% случаев, если мы говорим про МРС, пневмонию или бактериемию. Все это, безусловно, выражается в более высокой летальности у таких больных. Если принять риск летального исхода за единицу при МПК единица, то при МПК ванкомицина 2 риск возрастает в 6 с лишним раз, статистически значимо. Однако изоляция МПК-2 будет выдана лаборатории как чувствительной. Безусловно, назначая ванкомицина мы заранее идем на достаточно высокий риск нефротоксичности, порядка 25% при назначении терапевтических доз. Поэтому, конечно, появление новых препаратов, оно очень сильно всегда нас обнадеживало. Одним из таких препаратов был даптомицин, который показал высокую бактерицидную активность, которая превышала таковую ванкомицина и лимизолида. То, что для нас было важно, то, что препарат обладал и обладает высокой активностью в инокулеме высоком и в биопленках. Соответственно, лечение биопленочных инфекций, например, эндокардита – это инфекция кровотока, это основной конек для даптомицин. Все это также выражается в большей эффективности данного препарата, в том числе в случаях, когда минимальная подавляющая концентрация ванкомицина повышена. Соответственно, в данном случае даптомицин характеризуется большей частотой достижения клинической эффективности, меньшей летальностью, существенно меньшей частотой персистирующей бактеремии и всеми вытекающими вторичными последствиями в виде снижения продолжительности пребывания пациента в стационаре и так далее. Есть такой достаточно крупный регистр применения даптомицина. Это опыт применения его в различных клиниках при различных состояниях. Почти 12 тысяч больных было в этот регистр включено. И было показано, что даптомицин обладает достаточно высокой активностью при целом ряде инфекций, которые варьируют от инфекций кожи и мягких тканей, бактериемии до эндокардитов и стеомиелита и инфекций различных имплантатов. Нет разницы между эффективностью терапии инфекций, вызванных метицелин чувствительным и метицелин резистентным золотистым стафилококом. И также есть интересный такой момент, что доза даптомицина достаточно отчетливо коррелирует с клинической эффективностью. Чем доза выше, тем эффективность выше. Особенности это касается именно инфекции, трудной локализации. Следует отметить, что высшая доза даптомицина по инструкции в нашей стране это 6 мг на кг в сутки. Однако в большинстве руководств, которые посвящены лечению, в частности, инфекционного эндокардита, рекомендовано назначение 10-12 мг на кг в сутки, что идет в разрез с нормативными документами, с инструкцией. И это, конечно, не очень хорошо. Соответственно, также появляются достаточно тревожные данные насчет появления устойчивых к даптомицина золотистых стафилококов. И первая из этих статей появилась уже практически через год после того, как даптомицина вышла на западный рынок. И это, конечно, тоже не может не беспокоить. Возвращаясь к стафилококовым инфекциям, следует отметить, что основной проблемой при данных инфекциях является то, что стафилокок, несмотря на то, что он инвитро проявляет высокую чувствительность к тем или иным препаратам, пациент получает данный препарат, однако бактериемия не уходит, появляются вторичные метастатические очаги инфекции, развиваются вторичные осложнения, и пациента очень тяжело вылечить. Так называемая персистирующая бактериемия, когда мы не можем справиться путем введения антибиотика с данным состоянием, безусловно, сопровождается развитие метастатических инфекций и рядом других осложнений. Чем дольше бактериемия персистирует, тем выше вероятность развития этих проблем. И если бактериемия у нас более трех дней наблюдается, стафилококковая и не корригируется, то риск у данного пациента неблагоприятного исхода сопоставим с исходным, с назначением неадекватной антибиотикотерапии. И как здесь мы можем с вами видеть, основными причинами персистирующей бактериемии являются инфекции кровотока, и в первую очередь это инфицированные катетеры и эндокардит. Конечно, именно в этом ключе мы подозреваем роль биопленок, и именно в этом ключе нам интересно применение препаратов, которые влияют на биопленки. Даптамицин – это один из них. Это достаточно давнее исследование, где было показано его активность в биопленках, которая наблюдалась в гораздо более выраженной степени по сравнению, например, с ванкой или линезолидом. Также нам интересны и другие препараты, которые проявляют свою активность в биопленках, в частности новый цифалоспорин, который действует на МРСА, цифтеролин, фасамил, цифтеролин. Мы здесь можем с вами видеть эксперимент, когда на модели катетерной инфекции кровотока, вызванной метицелин чувствительным и метицелин резистентным стефилококом, активность цифтеролина в биопленке была сопоставлена с активностью даптамицина и превышала таковую ванкамицина, оксоцилина, телованцина и тигициклина. Очень интересно здесь видеть то, что оксоцилин в биопленках проявлял достаточно низкую активность в отношении метицелин чувствительного золотистого стефилококка. Если говорить про метицелин резистентный золотистый стефилококок, то здесь также даптамицин и цифтеролин сохраняли свою активность в биопленке. Если посмотреть уже на модель инвива, когда была модель инфекции кровотока, вызванная метицелин резистентным стефилококком у мышей, то цифтеролин показал максимальную активность по сравнению с даптамицином, ванкамицином и телованцином по снижению концентрации жизнеспособных микроорганизмов в биопленке, покрывающей КТ. И здесь мы с вами приходим к такому понятию, как комбинированная терапия инфекций, вызванных МРСА. Именно та история, к которой мы обращаемся в случаях, когда мы подозреваем, что у нас будет персистирующая бактериемия или мы сталкиваемся с инфекцией трудной локализации, или пациент недавно получал уже гликопептиды или липопептиды, или находится в тяжелом состоянии. В данной ситуации мы рассматриваем комбинацию традиционного антистефилококкового анти-МРСА препарата ванкамицина или даптамицина с антистефилококковым, с анти-МРСА, я подчеркиваю, бета-локтаном. И здесь мы можем с вами видеть публикацию, в которой оценивалась клиническая эффективность даптамицина с цефилококковым по сравнению с монотерапией при лечении бактериемии, вызванной медицинно-резистентным золотистым стефилококком. Было две группы пациентов. В группе комбинированной терапии гликопептид с цефилококковым выживаемость в течение 60 дней была 100%. В группе, где применялся либо дакта, либо ванкамицин, мы наблюдали 30% летальность. Данное исследование было остановлено в досрочных по этическим мотивам именно с высокой летальностью в группе монотерапии. Соответственно, если мы посмотрим с вами на другую работу, которая посвящена также персистирующей бактерии с цефилококковой у больных с легочными эмболами, то есть та опция, которая вызывает вопросы при применении даптамицина. Мы знаем, что даптамицин разрушается сурфактантом и не может быть использован при пневмонии. Здесь мы можем с вами видеть две группы. Клиническая эффективность была комбинированной терапии несколько выше по сравнению с монотерапией даптамицином. И здесь следует отметить, что гематогенный характер распространения инфекции несколько нивелирует вот эту ситуацию с разрушением даптамицина легочным сурфактантом. Также нас, безусловно, интересуют и другие варианты комбинированной терапии. И мы можем с вами, конечно, вспомнить про такие препараты, которые уже на протяжении многих лет известны. Это фосфомицин и рифмпицин. Они тоже имеют в настоящее время свое достаточно важное значение. И, например, фосфомицин показал достаточно высокую активность именно в комбинированном режиме терапии с бета-локтаном, с цевстриаксоном или с имепенемом в отношении метициллинорезистентного золотистого стафилокока. Также те же самые корреляции наблюдались и в отношении гликопептид. С стафилокока со сниженной тюркительностью к гликопептидам. При этом следует отметить, что сам по себе фосфомицин не проявлял выраженной активности в отношении данных изолятов. И, естественно, ни цевстриаксон, ни имепенем в отношении метициллинорезистентных золотистых стафилокококов не действовал. Здесь очень схожий механизм действия в обоих случаях. В этом случае мы наблюдаем изменение соотношения пенициллин-связывающих белков под воздействием фосфомицина, что открывает возможность для действия бета-локтанов на изоляты акцицилинрезистентных стафилокококов. Если вернуться немного назад и попробовать объяснить механизм повышения эффективности лечения персистирующей бактериемии и подавления резистентных стафилокококов путем комбинации даптомицина или ванкомицина с тело-ванцином, то в данной ситуации путем снижения величины мембранного потенциала электрического под воздействием цифтеролина даптомицин лучше связывается с клеточной стенкой и лучше проявляет свою активность. И ванкомицин также при этом будет более эффективен. Возвращаясь к фосфомицину, информации очень много, препарат старый, но все это зачастую носит такой вид либо описания отдельных клинических случаев, либо небольших групп клинических случаев. И комбинированная терапия с фосфомицином, то, что было экспериментально подтверждено, например, в комбинации с имитинемом, может рассматриваться в качестве терапии отчаяния при, например, тяжелых инфекциях кровотока, например, при инфекционном эндокардите. Рифампицин – препарат, который в ряде руководств рекомендуется в качестве дополнения к антистафилококковой терапии при инфекциях, когда мы подозреваем наличие биоплёна. В этом отношении интересно посмотреть на исследование AREST, где оценивалась эффективность дополнительного назначения рифампицина при стафилококковых инфекциях. Что здесь, если крупными мазками это всё нарисовать, можно увидеть? То, что если инфекция вызвана медицин-резистентным золотистым стафилококком, то мы не получаем никаких бонусов от дополнительного назначения рифампицина. У молодых пациентов также это не очевидно и при неглубоких локусах инфекции. Соответственно, дополнительное назначение рифампицина, наконец-то стафилококковым режимом терапии, может быть при глубоких инфекциях, при глубоких очагах, в частности при инфекционном эндокардите, вызванном медицин-резистентным золотистым стафилококком и у пожилых пациентов. При этом важно отметить, что назначение рифампицина должно происходить не сразу, а спустя 3-5-7 дней после начала основной терапии, после того, как бактериемия будет купирована, так как если все мы назначим с самого начала, мы получим антагонизм рифампицина, это бактериостатический препарат и мы ухудшим возможности для клиренса бактериемии у нашего пациента. В качестве заключения основные моменты, которые я хотел бы отметить, то, что еще раз рифампицин назначается у пациентов с бактериемией, может назначаться у пациентов с бактериемией, вызванной медицин-резистентным золотистым стафилококком, в особенности при наличии имплантатов или глубоких локусов инфекции. При МРСА бактериемии этого делать не нужно и очень интересная, на наш взгляд, опция – это использование антистафилококкового цифалоспорина 5-го поколения, цифтеролина с гликопептидами, ванкомицином или тапкомицином, для того, чтобы обеспечить синергизм при инфекциях стафилококковых, которых нам нужно попытаться побыстрее достичь клиренса бактериемии и побыстрее воздействовать на очаг, если данная инфекция является для пациента тяжелой и жизнеугрожающей. Также я предлагаю заинтересовавшимся обратиться к статье, которая была опубликована в 2020 году в третьем номере журнала «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия», в которой более подробно описано то, о чем я сейчас говорю. Спасибо большое.